Здравствуйте! Региональный телеканал «Репортер 73» пригласил сегодня в студию программы «Разговор» представителя Министерства обороны, начальник пункта отбора на военную службу по контракту, майор Евгений Петрович Токмаков, сегодня в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Петрович, вы были у нас где-то год назад, мы говорили о том, что из себя представляет пункт отбора, что вообще такое служба по контракту. Затрагивали очень много таких правил, кому можно, кому нельзя, что это дает, какие социальные гарантии. За год есть какие-то изменения, и давайте об изменениях в правилах и поговорим сегодня. Во-первых, увеличение денежного удовольствия. Кого касается, когда это касается, что для этого нужно сделать, какие правила, что изменилось? Здравствуйте! Во-первых, спасибо за приглашение. В общем, как мы и говорили год назад, организация пункта отбора на военную службу по контракту занимается отбором граждан, находящихся и не находящихся в запасе. В связи с тем, что расширяется штат воинских должностей, в связи с тем, что увеличивается вообще перечень воинских должностей, комплектуемых военнослужащими по контракту, и сам список воинских частей. Соответственно, увеличивается требование граждан, поступающих военнослужащих по контракту. Но кроме того, для того, чтобы увеличить популярность, для того, чтобы более заинтересовать граждан, поступающих для прохождения военнослужбы, вот в этом году были внесены изменения, ряд законопроектов, касающихся денежного удовольствия. Вот, например, что касается денежного удовольствия военнослужащих, проходящих военнослужбу на сержантских должностях, рядового состава, то есть это с 1 по 4 тарифный разряд. В общем, с 1 сентября 2019 года таких военнослужащих, вот с 1 по 4 тарифный разряд, это рядовые, солдаты, там, старшины, сержанты, для них будет увеличено денежное удовольствие, как ладу, на 50%. Для всех остальных военнослужащих, включая офицеров и прапорщиков, ближайшая нам отбавка будет 1 октября, то есть она будет порядка 4,5%, тоже так же, как ладу, денежное содержание. 4,5%? 4,5%, да. А для военнослужащих сержантского рядового состава это 50% и уже с 1 сентября. Кроме того, военнослужащие, которые проходят военнослужбу на должностях водительского состава, для них также будет предусмотрена надбавка, которая работает уже так же с 1 сентября этого года. Это будет плюс еще 30% к кладу по воинской должности. То есть и того военнослужащий, который будет проходить военнослужбу на должности водителя, рядовая должность, будет получать на 80% больше с 1 сентября, нежели получал до 1 сентября 2019 года. Это все сделано для того, чтобы увеличить престиж военнослужбы, для того, чтобы у граждан, поступающих на военнослужбы по контракту, был не только стимул карьерного роста, движения, но и, кроме того, соответственно, денежное стимулирование играло немаловажный фактор. Ну и кроме всего этого, также с 1 октября 2019 года для военнослужащих также этой же категории, солдаты, сержанты, старшины, будет предусмотрена компенсация за проезд к месту проведения отпуска и обратно. В каком формате, пока еще неизвестно. А до этого не было так компенсации? Это было, но с 2012 года распредели регионы, в которых ВПД или денежная компенсация осталась, или где не осталась. Но в центральной полосе России, в частности, в Ульяновске, этой компенсации не было. То есть воинские части, которые дислоцируются за Уралом, у них эта компенсация осталась. То есть можно было брать либо воинский перевозочный документ на одного военнослужащего членов семьи для того, чтобы проехать к месту проведения отпуска и обратно на всей территории Российской Федерации. Вид транспорта не имеет значения. Это может быть и железнодорожный, авиационный, либо какое-то морское судоходство. Это вернется сейчас обратно. Это будет с 1 октября 2019 года. Но пока это коснется именно военнослужащих, солдат, сержантов и старшин. Теперь у них даже в этом регионе Российской Федерации, здесь в центральной полосе России, в Поволжье, будет это действовать. То есть такая будет компенсация. Кроме того, раньше, когда, опять же, до этого времени, до 1 сентября 2019 года, военнослужащие, проходящие военнослужбу на должностях солдат, сержантов, они имели право на получение компенсации за поднаем, съем жилого помещения. В разных регионах существует свой определенный калькулятор этой компенсации. Для солдатского и сержанского состава это было от 3600 рублей. То есть в зависимости от количества семей. Если женат, ребенок, там было 5-400 и так далее. А для категории прапорщики-офицер была компенсация чуть выше. Скажем так, значительно выше. И вот сейчас, с 1 октября 2019 года, даже этой категории солдаты, сержанты и старшины теперь также установили эту компенсацию, приравненную к фактическим затратам. То есть, если, допустим, военнослужащий снимает жилье с 12 тысяч рублей, допустим, у Ульяновский, и у него состав 7-3 человека, 12-400 ему будут выплачивать. Но в любом случае это должно быть задокументировано. То есть, съем жилья должен быть по договору найма. Да, конечно. Во-первых, военнослужащий становится на учет нуждающихся. Это нужно предоставить документы. Один из них – это документ о том, что в данном регионе, либо в субъекте Российской Федерации военнослужащего нет жилья, находящегося в собственности. И после этого военнослужащий имеет право на компенсацию. Снимает жилое помещение, предоставляет договор найма. И после этого ежемесячно в денежном удовольствии возвращается и компенсируется сумма, потраченная на съем жилого помещения. То есть, раньше это была такая, скажем так, не очень большая сумма. Сейчас это приравняли к фактическим затратам. Это все будет с 1 октября 2019 года. Денежное удовольствие с 1 сентября. То есть, уже вступает все. Да, это все уже работает. Требования для граждан, которые поступают на военную службу по контракту, они тоже меняются или остаются прежними? Ну, на сегодняшний день с требованиями изменений никаких не произошло. Они остались, скажем так, в основном формате. То есть, это первый возраст, состояние здоровья. Кандидат должен быть обязательно гражданином Российской Федерации. Но я отмечу, что граждане, вернее, кандидаты, не являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранные граждане, также могут проходить военные службы по контракту. Но у них возраст до 30 лет. И у них специальный перечень воинских частей, где они имеют право проходить военные службы. То есть, не во всех. Не во всех частях, да, не во всех субъектах, не во всех регионах. Если, допустим, гражданин Российской Федерации, имеющий образование среднепрофессиональное, либо высшее, заключает первый контракт на 2 года, то иностранный гражданин будет заключать первый контракт на 5 лет. И вот в течение этих 5 лет, если военнослужащий становится гражданином Российской Федерации, он имеет право дальше продлевать. Вот если за это время гражданин Российской Федерации не стал по каким-то причинам, то, соответственно, контракт заканчивается, и гражданин увольняется по окончании контракта. А есть какие-то нюансы приема женщин на службу? Женщины принимаете на контрактную службу? Да, женщины служат, девушки служат. Практически в каждой воинской части есть должности, которые подлежат замещению военнослужащим женского пола, если правильно сказать. Нюансы. Во-первых, девушка приходит, мы не пытаемся донести информацию о том, что в армии служить девушке будет интереснее, если у ней будет должность, которая имеет перспективу роста. Понимаете, да? Если она придет, допустим, телефонистом, ну, телефонистом ей всегда на рядовой должности, наверное, не очень интересно будет служить. Если девушка придет, и у нее будет образование либо медицинское, либо музыкальное, ей будет более интересно. Она будет профессионально развиваться, у нее будет карьерный рост, должность будет рядовая, сержантская, и в дальнейшем можно получить офицерское завод. Какой индивидуальный подход у вас к соискателям службы. А для прохождения службы в какие регионы, города сегодня вы направляете? Да практически везде. На сегодняшний день практически каждая воинская часть комплектуется в каком-то процентном соотношении. То есть, к примеру, это 50 на 50, скажем так, процентов военнослужащих по контракту и военнослужащих по призыву. Вот к этому показателю Министерство обороны, Центральный военный округ пришли еще в 2016-2017 году. На сегодняшний день процентное соотношение военнослужащих по контракту, оно превышает, чем военнослужащие по призыву. То есть, ну, практически каждая воинская часть, она содержит в себе воинские должности, которые обязательно комплектовать военнослужащими и проходящими службами по контракту. Евгений Петрович, чаще всего поступает вопрос от соискателей военной службы, да, связанный как раз с уровнем образования. Говорится о том, что можно ли пойти с образованием 9 классов? Можно. Можно? Есть. Можно ли прошедшим обучением в гражданских вузах и не прошедшим службу по призыву становиться кандидатом на прохождение военной службы по контракту? Или есть какие-то ограничения? Что касается уровня образования для кандидатов, есть специальный приказ министра обороны 633, который определяет воинские должности, которые подлежат комплектованию. То есть, там распределено образование 9-11 классов, среднее профессиональное, высшее образование и так далее. То есть, кандидат, который обращается на пункт отбора, с этими требованиями, соответственно, будет ознакомлен. То есть, мы доведем полностью информацию. 9 классов, да, среднее, профессиональное или высшее образование, если гражданин получил его до семнадцати... Если гражданин получил его и не проходил военную службу по призыву, то он будет еще иметь право выбора. Как пойти на военную службу по призыву, так и пойти на военную службу по контракту сразу. Вот. А так, минимальный уровень образования – это 9 классов на сегодняшний день. Есть вопрос еще по, естественно, требования по здоровью, по ограничениям и по испытательному сроку. Существует ведь испытательный срок при поступлении на службу по контракту? Кто регулирует это, кто решает, что прошел испытательный срок или принимает решение, что нет, он не проходит? Я понял, да. Законом установленный срок – 3 месяца. 3 месяца испытательный срок, как правило, военнослужащим он дается для того, чтобы в первую очередь пройти курс интенсивной подготовки. То есть специально в этот трехмесячный срок установлены такие курсы. Называется курс интенсивной подготовки. В течение 30 дней военнослужащие, вновь прибывшие в воинскую часть, они убывают в учебную воинскую часть, в зависимости от дислокации воинской части. Со всех воинских частей ближайшего региона собираются такие военнослужащие, и они в течение 30 дней проходят курс интенсивной подготовки. Образно говоря, от правил надевания военной формы до полевого выхода, стрельбы и так далее. То есть какое-то дает базовое понятие, может быть, кому-то вспомнить, потому что некоторые граждане обращаются, которые проходили военную службу по призыву очень давно. Очень давно, это даже 2010 год, потому что армия ежедневно меняется, требования меняются, уровень вообще в Министерстве обороны меняется. То есть граждане, которые служили давно, они уже немножечко представление потеряли, скажем так. Но для этого существует курс интенсивной подготовки. Также это касается граждан, которые вообще не проходили военнослужащие по призыву. Это студенты, которые приходят, закончили учебное заведение, пошли сразу на контракт. Да, у них в течение трех месяцев испытательного срока у них будет первое – это курс интенсивной подготовки. оканчивает, приезжает, у них свидетельство о том, что они закончили. То есть это первый этап. Ну и второе – это, во-первых, не во-первых, это основное, наверное, направленное на то, чтобы военнослужащий, который контракт заключил в течение этих трех месяцев, 90 суток, он в первую очередь вообще сам принял для себя решение, вообще надо это ему или нет. Потому что подписать контракт, это, как правило, основное условие контракта – это добровольное решение гражданину. То есть гражданину никто не обязывает проходить военнослужу по контракту. Три месяца гражданин, вернее, уже тогда военнослужащий воинской части, будет получать денежное довольствие, он получит подъемное пособие, он, если имеет право, будет получать компенсацию за съем жилья, если это необходимо, ему дадут служебное жилье, то есть не будет такого, что именно только через три месяца начнут заниматься этим военнослужащим, то есть перемещать по должности или еще что-нибудь, нет. Это будет все с первых дней. Но в течение этих трех месяцев он имеет право отказаться, контракт разорвать, написать рапорт на увольнение, и данный военнослужащий будет уволен по статье, как не выдержавший испытательный срок. Денежное довольство не возвращает, просто возвращается обратно, вернет форму, которую не выносил установленный срок. Ну, это ни на что не влияет, ни на дальнейшую, ни на профессиональную карьеру и все остальное. А вопрос по физподготовке и по профподготовке. Вот понятно, что такой интенсивный курс, когда физподготовка там выходит на первый уровень. И там, понятно, есть нормативы, которые ты сдаешь или не сдаешь. Тебе нужно подтянуть что-то, и ты понимаешь, это уровень физической подготовленности. А профессиональная подготовка, как ее оцениваете? Оцениваете при поступлении? Да. Это же тоже вот в эти три месяца укладывается? Профподготовка проверяется, нет? При поступлении это все учитывается. Дело в том, что кандидат приходит, имеет, к примеру, образование. Например, сегодня приходил, или вот месяц назад на контракт у нас в 31-ю бригаду десантную, которая находится за Волжью, ушел у нас чемпион мира по КУДО. Иван Шпет в 2018 году занял первое место в первенстве мира. Но, конечно, он пришел, он спортсмен, он обратился, он говорит, я хочу служить по контракту. Но, конечно, мы ему предложили ту воинскую должность и то подразделение, где он будет не только проявлять себя как военнослужащим, он будет профессионально развиваться и тянуть за собой другой личный состав, скажем так. То есть вот он пошел, мы ему нашли воинскую должность в 1031-й бригаде, он десантный на должности инструктора по физподготовке. То есть он занимается своим делом, он участвует в соревнованиях, представляет интересы не только воинской части, но и, в принципе, в целом ВДВ на каких-то соревнованиях. Ответ, конечно, учитывается. И это будет в первую, наверное, очередь, потому что кандидату будет, в принципе, интереснее. Военная служба – это не только получение военно-учетной специальности, но и обязательно мы учтем, какие есть какие-то черты, характеры, не знаю, профессиональные качества у кандидата. Если он пришел, допустим, закончил какое-то среднепрофессиональное учебное заведение, имеет на руках права там машиниста гусеничной техники. Ну, конечно, мы предложим пойти механикам, водителям какого-нибудь современного танка. Он будет получать профессиональное развитие, вот, и за это будет получать денежные довольства. Ну, вы сначала проверите, потому что одно дело иметь эти корочки, а другое дело уметь вообще действительно навыки эти иметь. Ну, у нас, к сожалению, нет такой возможности для того, чтобы кандидат пришел, и мы его посадили за рычаги танка и отправили на полигон посмотреть. То есть это уже на месте будет, ясно. Ну, конечно, там он разбирается. Умеет или не умеет. А на какое время, возможно, подписание первого контракта? Есть какие-то там сроки или это тоже по выбору? Хочу год, хочу три, хочу пять. Первый контракт вообще подписывается на три года. На три года. Но граждане, которые выбрали военную службу по контракту вместо военной службы по призыву, это те граждане, которые получили высшее либо среднепрофессиональное образование, для них законом предусмотрено заключение первого контракта на срок два года. То есть они могут подписать первый контракт на два года. Евгений Петрович, у нас 1 октября осенний призыв стартовал. Многие как раз спрашивают, мы говорили, возможно ли вариант поступления на военную службу. Вы сейчас чувствуете наплыв желающих или нет? Какая у вас там статистика? Прямо сейчас наплыва нет, но сейчас, видимо, начинают повестки уже военные комиссариаты доводить до граждан, пребывающих в запасе, не пребывающих в запасе. Да, вот ежегодно, два раза в год, осенью, весной, в каждом учебном заведении Ульяновской области, неважно, это среднепрофессионального, среднеспециального образования, высшего учебного заведения, мы проводим информационно-разоценительную работу. То есть в каждой группе, даже где есть девушки, молодые люди, то есть мы проводим беседу, работу, доводим до людей информацию о том, что они имеют права выбора. Да, это чувствуется весной, во время весеннего призыва, который у нас был, граждане начинают активно обращаться. То есть мы информацию доводим о том, что они могут послужить, остаются, служат, никаких проблем нет. А спрашивают о том, куда выгоднее ехать служить, и вообще есть ли такая градация, куда выгоднее пойти служить, какие военные части предлагают самые выгодные должности? Дело в том, что здесь нужно понять, что кандидат, обратившийся, вообще в принципе хочет. Понимаете, если у нас есть категория такая обращающихся, ну прямо скажем, которых здесь ничего не держит, например, в хорошем этого смысле слова. То есть он не жена, детей нет, с родителями все хорошо, образование получил. Почему бы и не попробовать себя где-нибудь в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации? Например, там 201-я военная база, 102-я база в Армении. Вот эта 201-я находится в Таджикистане. Там условия будут в денежном эквиваленте, и выслуги лучше в три раза. Потому что денежное содержание и выслуга лет в этих воинских частях считается день за три. Допустим, здесь день за день, день за полтора где-то есть, там день за три, выше денежное удовольствие. Ну в этом плане да. То есть если кандидат хочет конкретно повысить его материальные блага, ну конечно он поедет туда. Да, он будет выполнять там задачи, он будет там участвовать на учениях, еще что-то. Но он будет получать денежное удовольствие повышенное, нежели на территории Российской Федерации. Да, есть такие воинские части. Но кроме выгоды есть еще и доля риска там. Ну такие, как правило, воинские части, они не участвуют в каких-то там боевых столкновениях или что-то еще. Это воинские части, которые представляют интересы Российской Федерации за пределами нашего государства. Они находятся там в готовности к применению, скажем так. Они занимаются своей боевой подготовкой, у них есть расписание занятий, но находятся за пределами Российской Федерации. Находятся в этих странах. Понятно. Евгений Петрович, еще давайте расскажем, мы в прошлой нашей встрече тоже об этом говорили, по высшему и среднему профессиональному образованию во время военной службы по контракту. Насколько зависит карьерный рост военнослужащего от его уровня образования? Параллельно можно получать высшее образование? Так, параллельно получают высшее образование без проблем. На сегодняшний день даже предусмотрены следующие моменты в законодательстве военном. Если гражданин, не имеющий высшего образования, приходит в армию служить, он имеет право поступить на заочную форму обучения в высшее учебное заведение. Вот. Ему для этого предоставят отпуск, для того, чтобы он сдал вступительные экзамены. Если он военнослужащий, если успешно сдает данные экзамены, он заочно учится. И кроме основного отпуска, который предоставляется военнослужащему, ему будут предоставляться еще два дополнительных отпуска летом и зимой для сдачи сессий промежуточных. Да, они получают высшее образование, находясь на заочной форме обучения. Никаких препятствий для этого нет. Начальник военной части никогда не скажет, что не пущу я тебя ни на какую сессию. Будешь служить от и до. Для командира воинской части это все прописано законодательством. На самом деле в армии в этом плане проще, потому что все уже за нас и до нас все это уже было придумано. Есть рапорт военнослужащего. На рапорте военнослужащего должна быть обязательно какой-то ответ, какая-то резолюция. Если военнослужащий рапортом обращается командир военнослужащего части и имеет законное основание для получения каких-то льгот, компенсаций или еще что-то, проблем, как правило, никогда не возникает. Есть ли у вас какая-то статистика? Много ребят, которые служат по контракту, учатся заочно? Статистики в заочно нет. Я могу сказать, что за последние три года более 9 тысяч военнослужащих, которые находились на воинских должностях рядового и сержантского состава, прапорщики, получили первое офицерское воинское звание. То есть они отучились. И вот было у нас в 2018-2017 году, в 2019 год заставами Министерства обороны, назначали военнослужащих, получивших либо имеющих высшее образование, подходящее по профилю к воинской части, направляли на специальные курсы, которые касаются рода или вида войск. По прибытию данные военнослужащие уже, вернее, убывали, образно говоря, сержантами, возвращались уже лейтенантами. То есть это около 9 тысяч человек уже прошли таким образом. То есть Министерство обороны этим самым повышает качество укомплектованности к одному составу. – Глава Минобороны России Сергей Шогов на днях оценил вероятность отмены призыва на военную службу в стране. Вы слышали про это? – Слышала про это. – По его словам, такая вероятность вроде бы существует, но не надо торопиться, это неправильно. В любом суверенном государстве должна быть нормальная, помимо профессиональных военных, нормальная мобилизационная армия. И вообще этот мобилизационный резерв никто никогда нигде не отменял. – Срочная армия. Необходима России? Вы как военный человек. – Я считаю, что необходимо. Нужно все это для чего? Для того, чтобы граждане мужского пола получали в обязательном порядке военную учетную специальность. Чтобы гражданин мужского пола и гражданин женского пола, девушка, имеющая профессию, которая необходима в армии, медсестра, например, любую такую, в случае, не дай бог, мобилизации могли встать и уже обученные применить себя по назначению. То есть я считаю, что военная служба по призыву, она должна быть обязательна для того, чтобы все граждане получали военную учетную специальность. Для того, чтобы военный комиссариат, неважно, в районе, в области, он знал, сколько у него граждан, находящихся в запасе танкистов, летчиков, артиллеристов и так далее. Военная служба по контракту, да, это профессионалы. Да, это профессионалы, они подписывают контракт, выполняют задачи, но я так думаю, что никогда их не будет в 100% соотношении в Министерстве обороны. Евгений Петрович, давайте еще раз четко по-военному повторим обязательно для тех, кто все это прослушал и захотел прийти, познакомиться и, может быть, оставить заявку и попробовать себя. Вот как раз в этой роли, да, на этом поприще. Пойду-ка я попробую заявиться на военную службу, именно по контракту. Что нужно сделать гражданину, чтобы стать контрактником и куда необходимо обращаться, с какими документами сразу? И еще раз, что нужно иметь в виду, что три месяца есть в запасе для того, чтобы принять это решение? Первое. Нужно иметь желание. Если гражданин, кандидат изъявил желание, он может обратиться в военный комиссариат, находящийся в нем в районе, то есть по муниципальному образованию. Если гражданин находится в городе Ульяновск, в областном центре, он может прийти на Карломаркс 39А, пункт отбора на военную службу по контракту. Мы работаем в круглосуточном режиме. Есть дежурный, который находится на месте всегда, примет заявление. Обязательно у кандидата должны быть документы, удостоверяющие личность, характеризующие документы, если, допустим, характеристика из школы, характеристика из армии, если он там проходил военную службу. Паспорт, военный билет, документы об образовании, подтверждающие это. Какое у него там, 9 классов, 10, средне-профессиональное, высшее. Прибывает либо в военный комиссариат, либо на пункт отбора, и там уже с гражданином работают, ему все объяснят, проконсультируют его, и гражданин примет решение сам, нужно им это вообще или нет. Мы с вами вскользь упомянули об ограничениях болезни, судимости, еще что-то. Какие нюансы есть, которые точно закрывают тебе путь на службу? Есть нормативно-правовые документы Министерства обороны, в которых прописано, что гражданину возможно вернуть заявление, которое он написал, в некоторых случаях. Если гражданин не является, вернее, если кандидат не является гражданином РФ, если в отношении кандидата возбуждено уголовное дело, либо ведется следствие, либо он имеет непогашенную судимость. То есть такие основные случаи, когда гражданин дальше оформляться не будет, ему будет на первоначальном этапе уже отказан. Ну что ж, спасибо за такую полную информацию. Пожелаем только наплыва клиентов в вашу службу. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Ульяновский майор Токмаков Евгений Петрович был сегодня в студии. Если есть что-то, два слова, три слова обратиться, то вот в эту камеру прям можете сказать, приглашайте на службу по контракту. Приходите, все объясним, расскажем, примите решение, я думаю, вам будет интересно. Спасибо. Спасибо, смотрите «Репортер 73». Увидимся. Репортер 73.